Они кажутся похожими на нас, но их мир совсем другой. Без резких движений, громких звуков и смены событий. Сегодня отмечают день информирования об аутизме. Каждый сутый человек в мире живет с этим диагнозом. Выявляют заболевания все чаще, а с лечением раз, расстройством аутистического спектра еще все сложно. Но важно, что детей с ментальными заболеваниями научились адаптировать к обществу. В Краснодаре как раз для этого работает тренировочная квартира. Место, где подростки с диагнозом учатся готовить, убирать комнаты и жить самостоятельно. Анна Горлова там побывала и узнала об особенном мире подростков с аутизмом. Так Никита жарит яичницу. Он уже готовил это простое для каждого из нас, но не для него блюдо. Яйца он разбивает по-своему, но тут главное, что он это делает. Значит, сможет приготовить себе обед. А в соседней комнате он может заниматься любимым хобби – собирать пазлы или мозаику. Четкие завершенные действия в тишине – хороший отдых для ребят с диагнозом «РАЗ». Девами занимаюсь, там уборками, утьем всяких комнат. А что самое сложное или что самое нелюбимое тут, что не хочется делать? Посуду мыть. Никите уже 18, он полноценный участник проекта «Тренировочная квартира». Всего здесь занимаются 11 человек. С помощью кураторов-волонтеров подростков учат обходиться без взрослых. Ведь придет время, когда родители не смогут сделать чай или сходить за продуктами. У каждого воспитанника свои обязанности. Для тех, кто не умеет читать, вот такая доска-график. Вот тут дни недели. То есть, получается, по дням недели приходят, например, хочу поливать цветы. Беру, так же переклеивают. Если это, например, кто-то делал цветы в понедельник, а человек пришел в среду, берут картинку, среда, иголочку, все, зафиксировали. И вот так собирают план на день, чтобы научиться жить самостоятельно. Взять ответственность за свой быт – уже достижение для ребят. Можно добиться и больших результатов при правильной терапии. В Краснодаре несколько молодых людей с расстройством аутистического спектра работают. Они ответственно выполняют поставленные задачи. Например, по сортировке документации или помощи на кухне в кафе. Хорошо им дается и программирование. Подготовка ребенка к самостоятельной жизни сторонними специалистами делается гораздо продуктивнее, нежели самими родителями. Ну, это моя такая точка зрения, потому что моему сыну 14 лет. И я, например, до последнего была уверена, что он не сможет отрезать себе хлеб и сделать бутерброд. Однако, он меня очень приятно удивил. Видя ребенка в другой обстановке, в другой ситуации, мы сами родители потом по-другому начинаем к ним относиться. Очередь в тренировочную квартиру в Краснодаре большая – 30 человек. Процесс обучения длительный, но родители видят результат от такой уже доказанной научной терапии. В отличие от медпрепаратов, которые часто назначают подросткам с раз. Диагноз этот непростой, его еще долго будут изучать. А пока важно научить жить с ним – детей, родителей и все общество. Конечно же, одной квартиры очень мало. И чтобы расшириться, очень важно иметь материальную базу, материальную помощь, которой сейчас достаточно тяжело добиться. И нам, конечно же, в этом нужна поддержка. Нужна поддержка и материальная, нужна поддержка и специалистами. Мы готовы в любом случае общаться, показывать, проводить экскурсии. Мы вообще мечтаем, чтобы в каждом районе города было по квартире. Аренду этой квартиры организация «Открытая среда» оплачивает самостоятельно. Помогают и благотворители. Эти комнаты для ребят с ментальным диагнозом целый мир. И такие проекты – надежда пусть на закрытую, но полноценную жизнь, а не на психоневрологический диспансер, который им очень часто грозит. Кстати, за пределы квартиры ребята выходят с удовольствием. Например, Никита очень любит общаться с малышами и пожилыми людьми. Анна Горлова, Евгений Береснев, Кубань, 24.